Музыка 637 имена, столько объектов построено в Якутии за последние 12 лет, при этом в различных сферах образования, культуре, спорте и здравоохранении. Одни из самых масштабных проектов это плавательный бассейн Чолбон, спорткомплексы Триумф, Дахсу и Мадун. Это только те объекты, которые финансировались из республиканского бюджета. А теперь представьте, сколько введено за 80 лет. Именно эту дату отпраздновал стройкомплекс республики. В эфире «Квадратный метр», программа не только о строительстве. Смотрите сегодня. От дерева к камню и не только. Насколько изменилась архитектура в Якутии и каким будет строительный комплекс. В будущее заглянули два разных поколения строителей. О планах и перспективах, чего добился стройкомплекс республики за 80 лет, рассказала гость «Квадратного метра» руководитель Минстроя Якутии Вера Кузакова. Стадион «Манеж» и центр культуры. Глава Якутии Егор Борисов проверил, как Верхневилюйска готовится к предстоящим играм. Манчары. За 80 лет Якутия, и в частности Якутск, преобразились до неузнаваемости. Появляются новые дома, расширяются дороги, меняются площади. Но остаются объекты, напоминающие нам о зарождении строительного комплекса. Например, дом связи и нынешнее здание Федеральной службы безопасности. Они входят в то небольшое число памятников архитектуры, которые почти 100 лет назад стали одними из первых каменных построек в республике. Многие из каменных зданий в Якутске, будь то Якутский научный центр, академия наук или национальная библиотека, построены в середине прошлого века. Тогда не у всех рабочих было специальное образование. Все компенсировалось большим желанием. Более 50 лет уже стоит здание русского драмтеатра. В его строительстве участвовал Михаил Сергеев. На одной из архивных фотографий ветерана запечатлен готовый объект. Результат нашего труда сегодня красуется. Здание – один из архитектурных красивых сооружений. Гордость, она должна быть, если только человек отдавал всю душу вместе с физической силой. Михаил Семенович за 40 лет успел поработать на многих стройках. За это время овладел различными специальностями – от столяра и до мастера. Сегодня он не перестает удивляться тому, какой заметный рывок сделала строительная отрасль республики. Лепные, скульптурные работы, исполнения в последнем моменте нет. Но тем минимум, город, смотрите, как повышился, расширился. Там каких-то 50-60 тысяч населений, сейчас 30 с лишним. В моих мозгах не вмешается это делать. С тем, что профессия шагнула далеко вперед, согласен и Алгыз Дегтярев. Молодой человек начинал строительный путь еще 8 лет назад мастером на ДСК. Сегодня он трудится в службе государственного заказчика. Под его наблюдением находятся все этапы возведения объектов. Начиная со сбора документов и заканчивая строительными работами. Алгыз ничуть не жалеет о выборе профессии. Цели именно стать строителем с детства я не видел. Но хотел с детства приносить пользу людям, внести какой-то свой вклад именно в развитие, может быть, не России, но хотя бы города своего, либо республики. Стать полезным человеком для общества. Несмотря на небольшой опыт работы в сравнении с первым героем, Алгыз уже может считаться настоящим профессионалом. И для него большая честь быть частью тех изменений, которые произошли за 80 лет в строительном комплексе Якутии. Более 10 объектов, я так считаю, не в полной мере, но с моим участием были построены и введены. Так что, я думаю, какую-то маленькую, но вклад в историю строительства республики я внес. Вплотную приблизившись к рубежу в один век, строители Якутии выходят на новый уровень работы. Небольшие постройки сменяют многоэтажные исполины. Применяются новые технологии, в том числе энергосберегающие. В 2016-м будущие стройкомплексы Якутии, которые уже не за горами, наши герои видят по-разному. Хотелось бы, чтобы архитектура стили национального. У нас же скоро начнут множество приезжать туристы, посмотреть, что же этот дом такой. А где Якутия? Такое художественное обрамление. Мне кажется, сделать упор именно на архитектуру, чтобы были квартальные застройки наподобие 203-го, с развитой инфраструктурой в первую очередь, чтобы учитывались все нюансы, такие как строительство школ, детских садов, поликлиник. Даже спустя 200 лет сменяющуюся моду в архитектуре и методы работы в неизменном строительстве остается одно. Это люди, те, кто живут профессией и готовы менять все вокруг в лучшую сторону, несмотря ни на что. Вера Алексеевна, 80 лет строительному комплексу Якутии. Дата более чем серьезная. И самое главное, чего удалось добиться за это время? Нам удалось, во-первых, сформировать строительный комплекс, который состоит из многочисленной армии. Это, во-первых, и строительные организации подрядные, которые осуществляют строительство. Это и проектные организации, которые за этот период времени накапливали огромный-огромный опыт строительства на вечно мерзлых грунтах. Запустили такие крупные предприятия стройиндустрии, как и Куцемент. Создавались много предприятий ДСК, ЯКСМК, Мархинский завод, сейчас базальтовый завод. Именно на внутренний рынок для того, чтобы успешно осуществлять строительство. А как происходит взаимодействие в строительном секторе у Якутии с другими регионами? Что мы перенимаем у них? Конечно, мы смотрим не только само строительство и развитие строительных материалов, мы и изучаем опыт и государственных программ, внедрение государственных программ. Буквально в июле месяце мы съездили в Новосибирск, посмотрели, как у них реализуется именно жилищное строительство с учетом государственных программ. Мы рассмотрели все программы и пришли к выводу о том, что у нас в республике не так все плохо, у нас гораздо больше программ, которые реализуются. Да, есть какие-то тонкости, какие-то моменты, которые мы, конечно, изучим. Ну и закономерный вопрос, а что мы можем дать в плане строительного опыта? Те предприятия, которые приезжают, значит, работать на нашей территории, они, конечно, не обладают такими познаниями, работают именно на вечно мерзлых грунтах. Сейчас вот китайская фирма Джода, которая сегодня заходит на нашу территорию, в городе Якутске пытается строить, и сегодня они, конечно, отрабатывают много вопросов с проектным институтом, и принято, я считаю, правильное решение, что они взяли нашу подрядную организацию по установке свайного фундамента и обратились в проектный институт, который им разработал фундамент на строительство жилого дома. Поэтому, конечно, многие интересуются, и мы делимся своим опытом. Насколько важна сейчас профессия строителя, и как Минстрой Якутии взращивает молодое поколение, новые кадры? Строительство — это все, это и крановщики, это и транспортный комплекс в этом участвует, это энергетики, это и коммунальщики и так далее. Поэтому как Министерство строительства участвует в взращивании наших кадров, ну, я уже, как уже сказала, у нас есть университет, который готовит молодых специалистов. Работаем между застройщиками, подрядными организациями, то есть мы берем у них информацию, придаем университет для того, чтобы планировать выпуск тех или иных специальностей. Ну и последний вопрос. Вы, как глава профильного ведомства, каким видите будущее строительного комплекса Якутии? Мы сегодня разрабатываем стратегию, стратегию 2030. В этой стратегии мы рассматриваем все вопросы, в том числе и развитие строительного комплекса. В первую очередь это сегодняшний жилищный фонд, состояние жилищного фонда, значит, это состояние школ, есть соответствующие программы по Министерству здравоохранения, это строительство онкологического диспансера и так далее. Поэтому задачи поставлены, и без строителей мы эти задачи не сможем выполнить. Поэтому я считаю, что строительный комплекс будет существовать, развиваться. Единственное, что сегодня, может быть, должна быть укропнение тех предприятий, подрядных организаций, которые на сегодняшний день мелкие. Конечно, здесь будет преобразование в строительном комплексе среди строительных предприятий. Верхневелюськ продолжает готовиться к играм манчары, которые пройдут здесь в 2017 году. На днях муниципалитет с проверкой посетил глава Якутии Егор Борисов. Он побывал на строительных площадках. Например, полным ходом возводится стадион на 3000 мест с теплым легкоатлетическим манежем. Борисов обратил внимание на возведение ограждений вокруг комплекса. Так, а ограждения? Ограждения в этом году начнем. А что такое начнете, а когда закончите? В этом году мы ограждения закончим. Сентябрь и октябрь. Сейчас надо с бетонными нам. До мороза надо с бетонными работать. Ну, кроме бетона, еще надо ограждения тоже. Сентябрь и октябрь. Потому что весной заниматься... Совершенно верно. Изготовление сексии уже у нас на базе производится. Мы привезем и поставим. Легкоатлетический манеж строится по типовому проекту. Подобные объекты уже возведены в Чурапче и Олегпинске. Глава осмотрел строящийся каркас будущего здания. Проверил качество устройства системы водоотведения. Подрядчиком выступает компания Кинг-95. В Минстрой Якутии подчеркивают, что отставания по объектам на данный момент нет. В этом году основная задача – это выполнить каркас, тепловой контур завести. Ну и на следующий год – это делочная работа и в основном все земляные и так далее по благоустройству. Егор Борисов также проверил стройплощадку, где возводится новый центр культуры и духовного развития. На объекте работают в основном местные кадры. Главу региона интересовали характеристики основного строительного материала – арбалетовых плит. Новый центр строители собираются сдать перед масштабными соревнованиями. Местные чиновники отмечают, что до недавнего времени по уровню социально-экономического развития Верхний Вилюйск считался самым отстающим среди вилюйской группы улусов. Ситуация стала кардинально меняться в последние пять лет, когда началось строительство объектов, социальной сферы и жизнеобеспечения. И, конечно, дополнительным импульсом в развитии станут предстоящие игры «Манчары». В перспективе у строительного комплекса Якутии множество масштабных проектов. Это и строительство моста через Лену, современных медицинских объектов и увеличение объемов ввода жилья. Остается надеяться, что к вековому юбилею эти планы удастся реализовать. Главное, чтобы на площадках всегда были высоко квалифицированные строители, в том числе и из местного населения. Вы смотрели «Квадратный метр». До свидания.